Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портел The Get пришёл следующий вопрос. Мне 46 лет, не имею ни мужа, ни детей, замужем никогда не было, но в последнее время из-за этого часто впадаю в уныние, чувствую себя неполноценной. Как быть, может быть, вы чувствуете себя неполноценной, глядя на окружающий мир, в котором нет вертикали, и полноценность женщины рассматривается только с точки зрения её фактической пользы для общества. Приносишь пользу обществу полноценно, не приносишь неполноценно. Причём, опять же, у каждого свои представления о том, что значит польза обществу. Кто-то считает, что раз ты, допустим, раскрылась в многодетности, то в этом действительно ты приносишь пользу и церкви, и государству, и вообще всем-всем-всем улучшаешь демографический рейтинг, или как это называется, процессы нашего земного бытия. Кто-то говорит, слушайте, допустим, хоть 48 детей будет, но если ты не учёный, если ты не открыла что-нибудь для феологии, геологии, физики, математики и так далее, ну, собственно, какую ты пользу принёшь этому миру, принёс? Никакой. Ну, подумаешь, там плодитесь и размножаетесь. Что-что? Что-то сделал важного для того, чтобы мир стал лучше. Причём, почему-то лучше понимается далеко не в области нравственности. Дело в том, что смотрите не на то, что от вас хотят окружающие люди, сёстры, братья, может быть, или даже собственные родители, а что хочет от вас Господь Бог. Бог хочет, чтобы вы спаслись и пришли к познанию истины. Бог хочет, чтобы вы и здесь стяжали. Дух мирен, может быть, даже тысяча вокруг вас людей спасётся. Может быть, и не спасётся, но во всяком случае, чтобы Дух Святого выстяжали, и чтобы были в мире, в любви с Богом, окружающими людьми, для того, чтобы достичь вечной жизни во Христе Иисусе Господнем нашим. И так всегда с Господом быть. Потому что здесь земная жизнь моргнул, и нет её, вечность нам коротать придётся бесконечное количество времени, потому что времени не будет. Будет всегдашнее всегда. Радость, счастье, мир, благость. Слава. Поэтому свободное от мытья посуды, полов, угождения мужу и детям время используйте для своего духовного совершенствования. Но не просто надо молиться круглосутки, но и что-то делать. Несите любовь людям. Кто-то нуждается в ваших словах, в вашей заботе, в вашей любви. Не обязательно должна быть твоя кровиночка, но огромное количество людей нуждаются в помощи других людей. Где вы работаете, я не знаю, что вы можете делать, я тоже не знаю. Но вот служите людям на том месте, где вы находитесь. И Богу через них. Можете заниматься ещё какой-нибудь волонтёрской деятельностью, помогать при каком-нибудь, допустим, синодальном отделе, помощи женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, каких-нибудь центрах и фондах, которые занимаются превентивной работой с людьми, которые хотят сделать аборт, пролайферские так называемые фонды, приносите помощь другим людям. Апостол Павел даже говорит, что женатых ему жаль, потому что женатые думают, как угодить мужу, а не женатые думают, как угодить Богу. Поэтому у вас огромное поле для приобретения святости, для приобретения того, что не каждому женатому и замужнему человеку доступно. Я не говорю, что надо обязательно меманат, что принять, кто его знает, вдруг вы ещё найдёте супруга, занимаясь вместе с ним, рядом, ещё с будущим супругом, одной и той же деятельностью, которая тоже как-то, может быть, был уже женат, может быть, вдовец, может, ещё какая-нибудь грустная история, может быть, и не был никогда женат, но тоже решил посвятить свою жизнь другим людям, и здесь вы найдёте в единомыслении, в единоделании какую-то взаимную даже поддержку и любовь. Поэтому, слушайте, 46 лет, просто цветочек вы, ещё можно столько всего в жизни получить даров от Господа Бога, только вот поставьте себе во главу жизни служение Богу и людям, и там потихонечку всё остальное приложится, ибо Писание говорит, ещё теперь, где Царство Божие, всё остальное приложится вам. А если будете искать мужа, 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 детей, 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 то, глядишь, и первых не приобретёте, и Царство Божие таки и не дойдёте. Как-нибудь доковыляете, но лучше уж не просто с краешек где-нибудь у забора Царства Божьего находиться, но прям восславиться святыми учениками Господа Бога, святыми ангелами и апостолами. Пусть Господь поможет вам преодолеть все ваши какие-то психологические проблемы, и дарует то, что по сердцу вашему хочется, и что по воле его. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.